девчата всем привет я зашла на williams of british mix гляну сегодня минус 50 гляну что осталось мне кое-что самой надо купить я смотрю что можно купить на скидке такой большой обычно есть что выбрать когда минус 50 процентов от цены я леся с альясы подписывайтесь на канал заходите мой инстаграм гуляем покупаем так он и называется там тоже много интересного есть я смотрю и кроссовки остались это летние кроссовки если они хороший хороший бренд их легко постирать и привести в порядок особенно если есть у вас кислородный пятновый водитель все это дело очень легко приводится в порядок шутся такая чекала они не кожаные вот такие вот ботинки кстати таких вот цветов светлых мне часто попадались ботинки белые на шнуровке они немного мне коньки напоминают или мода такая была я не знаю 450 гривен они стоили сейчас делите на 2 и делите на 44 евро стоит 44 гривны доллар 41 гривна если вы живете в европе можете посчитать сколько они стоят так я говорила нашему на вильямса вот такое вот еще количество обуви есть какие-то мюли на каблуке вот цены кларкс и классные но они на танкетке кто любит танкетку танкетку мне написали уже мало кто носит комментариях мне девочка написала но есть любители до кожи что это за фирмы я касс мода он пиле пиле по-моему на итальянском это кожи но не по моему веса не имеют ну нелегкие бывают такой все тяжелые классные легенькие кеды хорошие на осень то что надо сколько они стоят ну минус 300 на шикарные я считаю что шикарные вообще даже шнурок чистых не носили и не убитые вообще идеальные она ножки шикарно конечно берите думаю конечно берите чистая обувь кожаная дорогая вы что и они и реально классные так найки найки кстати неплохие не грязные конечно их надо стирать но они неплохие мягкие широкие какой там размер я не вижу 38 и 5 надо брать конечно шикарные 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 просто шикарные видите тут даже регулировка подъема идет вот это завязывать ничего не надо видите кто-то кому-то ногу натирала осталась эта штучка ну ничего их можно купить поменять а можно отнести мастер он бывает бьет так и они на пятки мягкими становятся не натирают я вот на эти смотрю на у меня мальчику розовый вот этот фуксийный цвет конечно же не подойдет а кроссовки неплохие постирать их почухать легкие легкие вообще почему стесняться на девчачьи да а размер как 38 с половиной хороший с 350 грин все идеально я тоже думаю что они женские на 8 а у меня у малого 38 до 38 не туда не сюда идет да 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 согласны классные кроссовки да да нас уже тоже 38 5 наверное надо мерить эти обуви еще кстати очень довольно таки много это неплохие они как новые вообще но они не кожаные по моему такие демисезонные мягенькие ботиночки за 200 гривен они обойдутся в 200 гривен это такие знаете бутсы они дорогие между прочим эти бутсы копочки футзал футзалки как-то так они называются для футбола в зале обувь дорогая так смотрите какие-то туфли я не знаю кожаная или нет надо смотреть смотрите какой бренд они винтажные это такие винтажные по моему они для чечетки девчата смотрите видите они с железными набойками на носке и каблуке это для танцев кто занимается чечеткой выкаблучивает так сказать за 150 гривен их можно сейчас купить свое время это такой там восьмидесятых годах был модный жанр даже я помню выкаблучивала дома next 37 размер вполне такие себе мэри джейн на каблучке устойчивым туфельки и они вообще новые они не кожаные но они вот цена фунтах вот 32 цена была сейчас они вообще в копейки в 150 гривен вот обойдутся 3 евро классные тоже кисти кави туфли туфли говорю ботинки не вижу размера где 39 на устойчивом каблуке но не не кожаную но они симпатичные под пальто очень довольно таки неплохие вот название отель бейкер кожаные туфельки размер мне не виден но там по моему 37 написано было они винтажные но они стычку изящный каблук очень интересный очень интересные туфельки красивые маленький правда размер размер 37 225 гривен они стоили сейчас делите на 2 вообще в копейки выгнутых привести в порядок и у чем комбинация джинсы и пластика дети как бывает сколько 37 размеров такие они не не ходовые эти размеры и они есть на цешу такая циковенькой лондон рейбол или как-то так он называется этот бренд тканевые текстильные вот такие вот полу босоножечки я не знаю тоже маленький размер золотые золотистые точнее не золотые золотистые тоже босоножки next 38 размер вот красивые серийки маркс и спенсер вот такие вот тоже белые интересные туфли они не кожаные шесть половина это почти 40 но они интересны я не знаю вычухается ли это пятно скорее всего сюда видите как тут интересно сделано подлинном подъеме вот этот вот этот я не знаю квадратик шлепики шлепики я кстати за шлепиками пришла потому что мои шлепики полностью порвались мне нужен 38 размер я если были моего размера я их забрала что за 100 гривен вот такие вот симпотные шлепики нам еще две недели ходить и не хочется покупать какие-то неизвестно шо хочется купить где-то в секунде за копейки шлепанцы и доходить уже эту осень тепло это не затрачивая большие ресурсы 300 гривен стоили вот такие на танкетках с бантиком вообще новые эти босоножки 1 ромашка 2 ромашка видите хипстерские веселенькие босоножки тоже очень даже неплохие шестерочка 39 размер вот кто любит вот такие-то потульки скетчера скетчера старого дорогой бренд спортивный дорогой ну для меня дорогой если честно сказать очень даже неплохие кто любит вот такого плана балетки спортивного она шутся за скифское золото 36 размер вообще маленькие топотульки fashion брэшин вот такие вот наношу все таки эти вот уже имеют вес женщина взяла такие хорошие кеда они вообще легкие были на платформе прям классно этим уже прям такие тяжеленькие вот они их прям завалила в бок потому что они тяжело 350 гривен они стоили а секс и обожаю тоже не дешевый бренд если покупать в новом новые их в магазине маленький размер 36 так а шо у нас тут на минус первом этаже даже туда лезть не хочу они не кожаные сапоги тут мужские объемные ботинки и остаток остаток босоножек немая нами на сегодня шлепок до белла до белла из кожи сделаны ли до до белла кожаная кстати говоря кстати говоря хорошие туфли удобные кому надо носить каждый день такую обувь деловую на ножку широкую идеальные новые кожаные туфли 300 гривен размера показала по моему шестерочка там или что-то написано 39 39 40 общем да приходить мерить она же цветы к босоножки для танго все вроде бы пересмотрела больше ничего такого сверхъестественного для себя не нашла маленький размер новые босоножки тоже new look 36 вот пара одинаковых шлепанец вот эта часть прям жестко это тоже 36 мир бантики вот эти классные кроссы но мне они тоже не подходят это 37 мне нужен 38 клевые кроссы 250 гривен они стоили там по моему в одном из них нужно подклеить или прошить сейчас скажу где-то я видела может не в этих я не помню а может в этих вот да эту часть нужно укрепить а в целом классные кроссовки легкие на начало осени огонь мне за 50 гривен мой мастер проклеивает вот эти вот все делайте где-то рвутся вот это клевые обалденные 37 размер в таком винтажном стиле крутячные крутючие крутячные обалденные туфельки молодежь вас очень любит вот такого плана туфли но видите с ними шусь трапула сегодня пучелы расклеиваться потому что это какой-то китайский сайт штампует вот эту вот всю историю вообще не обалденно я обожаю необычную обувь так обувь я показала остаток сумок вот на меня смотрит сразу фламинго которые нам при к нам на лиман наш прилетают 300 гривен минус 50 процентов вот такая классная сумка она новая это шоппер такой мягенький очень неплохая сумочка анонсия что же новая сумка классный пудровый цвет она немножко такая имеет вес ну кому на работу ходить форму держит но не кожаная но клёвая так 600 гринд этот шторм 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 я не знаю насчет качества может бренд какой-то не дешевый 600 гривен ее оценили но мне кажется она не кожаная так спортивная спортивная немножко ее помучали полу спортивная точнее такая сумочка мне такие не нужны я на них не зацикливаюсь и вот дорожная сумка за 500 гривен она была цена в 500 гривен сейчас она 250 и она клёвая она как новая вообще ничего не испорчено сумка классная легкого такие сумки должны быть куда-то поехать даже пойти где-то на рынок купите 20 килограмм картошки принести то что надо так тут у нас что ну это такой ширпотреб ширпотреб из кожзама 500 гривен она стоила но кому надо 10 он и е такое дело то сумочка порвана 600 гривен она стоила это рюкзак бежевый он не кожаный но он вроде как не совсем замученный неплохой рюкзак вот название бренда катализа сейчас его еще по пощупай может быть он какой-то хорошего не знаю что показался что он из диаромантийно а там что его знаю она иди они на по по виде покоцаны такие где романтийно 450 гривен стоил сам рюкзак не покоцаны покоится на ручка где-то я видела цвет хороший очень цвет обалденно под цвет полом вот так это вообще мягенький какой-то тоже дерматин тоненький это сумочка привет мне кажется из начала двухтысячных и она уже видите на хоть и новая но ее я уже от старости бедная сыпется 450 грин была она очень красивая она из магазина приехала в какой-то секонд-хенд видите 1499 она стоила магазине а потом ее уценили даже до 699 и в общем ее так никто и не купил потому что она начала сыпаться печальная судьба несчастной сумочки симпатичный так и вот такое чудо природы изумрудного цвета вот с такими вот нарядными я не знаю это же лошадка правильно и бабочка в общем лошадка и бабочка хипстеры налетай тоже новая сумка видите все новых сумок очень много упаковано запаковано 400 гривен она стоила это не кожа но она такая интересненькая так я начала ставить на место с ней произошла трансформация смотрите она что она идет война хотите носить ее как черный цвет если вам нужно в черном цвете она вам больше подходит а можно ее вот так нарядить нарядить одной рукой не застегну вот такой вот яркий бордово-красный немножко подбитый цвет очень даже интересная идея кстати говоря первый раз такое вижу если честно сказать где огонь одна сумка 10 событий вот цешу стиковая нька батюшка яка прелесть циклась интересно сумочка между прочной мне она не надо но она классная так что тут написано что тут написано что это за бренд или это под какой-то бренд я не вижу подделка какая-то хорошая может быть ничего внутри не написано но тут тоже ничего не написано написано тут некаясь письмо мне и вот тут что-то за бренд я понятия не имею я что же не этот самый не вундеркинд по брендам голова забита тоже другим в общем вот такая она так все девчата буду заканчивать этот выпуск покажу вам немножко текстиля какой-то новенькая вообще незамызванная полотенечко полотенечко детская эти все это полотенце наволочки это по моему фартук лишу это такое не хочу раскрывать что там что-то интересное так любопытство взяло свое это фартук девчата и мне кажется что такой фартук можно надевать не только как защиту от пятен когда готовишь а можно носить его еще на сарафан какой-то среди конкурс клёвый таком винтажном стиле с карманами такими шикарными вообще огонь хлопковый супер фартук не вот интересно кто-то сам шел нет скорее всего произвели произвело какое-то какое-то какая-то компания да сейчас глянем какая вот это hndm стопроцентный катончик он новый шикарный фартук вообще супер для маленькой хозяйки мне кажется что он маленького размера для девочки подростка девчата я бегу жду ваших комментарий пишите подписывайтесь заходите в мой инстаграм всем буду очень благодарна тем пока надолго не прощаемся взята смотрите что я нашла пьер карден вот такие вот винтажные босоножки они конечно где-то валялись жутком шкафу но они здесь здесь есть они конечно видавшие вида 200 гривен их оценили сейчас то они будут стоить но такие вот босоножки видите они посыпались уже от старости почему такого можно встретить